И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, любимые подписчики, уважаемые спонсоры. Всех приветствую на канале Турецкие Пайки. У нас будет новостная болталка. Причем, я думаю, я наконец-то определилась с форматом, друзья мои. Мне очень удобно набирать по одной новости определенной теме много-много всего, например, за определенный период времени, и рассказывать это в целом. Ну, типа как вести недели только по одной теме. Поэтому сегодняшнее видео будет про мошенников в Турции, новые виды мошенничества и так далее. Все, что я вам нашла за лето, так скажем, и до сих пор продолжается. Как обычно, под видео будут тайм-коды для вашего удобства. От себя хочу сказать, что несмотря на то, что в Кушадосе такое спокойствие какое-то, безмятежность, море, тепло в середине дня, такая легкая прохлада вечерами, уютная осень, так скажем. У нас здесь все хорошо, в мире полный хаос. И несмотря на то, что сезон закончился, Турции не особо интересуются, как бы я не хочу все равно хайпить на политике. Мало, простите говоря, политика со всех сторон. Со всех сторон сейчас валит вот это все, что, ну, не хочется даже в новости выходить. И поэтому на моем канале вы не увидите Россия-Украина, Израиль-Палестина и какой-нибудь еще подобной хрени. Не хочу. Правда. Даже если у меня будет мало подписчиков, мало просмотров, ничего страшного. Обойдемся без этого. Все равно это дело провальное. Я искренне так считаю. Все равно хочу остаться собой. Ну, не совсем собой. В последнее время я что-то не накручиваюсь. Мне искренне лень это делать. Признаюсь честно. Постараюсь исправить ситуацию. Мне всегда нравились кудряшки. Просто дала немножко волосам отдохнуть. Итак, перейдем, собственно, к теме. Мошенники. Первая новость еще от августа. Есть такая схема мошенничества в Турции. Называется господин Мюллер. Я не знаю, может она и в других курортных странах, так скажем, применяется. С помощью господина Мюллера, так называемого, вымышленного, мошенники узнают данные туристов. Зачем нужны данные туристов? Ну, например, телефоны, какая страна. Потому что сейчас мошенничество стало международным. К примеру, у меня многие вещи зарегистрированы на мое имя, но на телефон мужа. Поэтому на телефон мужа иногда приходят сообщения на русском языке. Фишинг. Типа вы выиграли, что-то вы там духи. Чисто на русском. То есть они охотятся именно на меня. Перейдите по ссылке для большей информации. Да, если вы перейдете, все ваши пароли, все-все-все будет украдено с телефона. Я мужа предупредила, никаких сообщений на русском мне не должно приходить. Ну, на крайняк спросил у меня, что это было. А вообще-то так блокирует все, что входящее в таком формате идет. Так вот, чем занимаются, собственно, вот эти вот мошенники? Это достаточно старый способ мошенничества. Просто его вспомнили. Злоумышленники пишут на сайт какой-нибудь гостиницы подобное письмо. Ну, типа, такой-то богач, господин Мюллер. На немецком в основном, на английском. Собирается, в общем-то, остановиться в вашей гостинице. То есть хочет снять все самое лучшее, все-все-все самое лучшее закупить. И у него определенные претензии и требования. Поэтому они высылают вам архив, RAR какой-нибудь или PDF-ку, в котором все, типа, указано. Ничего не подозревающие работники отеля вскрывают. Это все уверенные в том, что это письмо от лакшери гостя. А в письме прикреплен вирус Троянский, который скачивает все-все данные туристов, которые останавливались в данном отеле. Потом, ну, в основном им нужны телефоны. Сортируют их, в общем, по стране и по телефону. Ну, и в определенном порядке шлют, в общем-то, фишинговые письма. То есть или взламывают там аккаунты банковских карт. Или там на телефоны мошенничество. То есть вот эта база данных туристов, она, в общем-то, очень важна. И вспомнили старый способ, да. Так что, друзья мои, если вам после отпуска в Турции что-то, какая-то хрень приходит на телефон, не переходите по ссылкам. Это очень опасно. Вторая новость тоже. Помните ту компанию Калибри Тур, которая оставила детей, в общем-то, в Турции? Не оплатила им отель. Им пришлось, в общем-то, одну ночь вне отеля провести. Благо, что еще тепло было в то время. Сейчас уже, ну, прохладненько будет вне отеля ночевать. Так вот, эта самая Калибри Тур была оштрафована на 5 миллионов рублей за незаконную туроператорскую деятельность. Продолжает продавать путевки в детские лагеря в Турции. Об этом сообщает, ну, сообщала еще в августе Ассоциация Туроператоров России. Не знаю, с того момента еще, может быть, кто-то повелся, но такие новости должны греметь прямо на все страны, понимаете? Чтобы точно знали, что у них не надо это брать. Они незаконно этим занимаются. И могут люди вот заново встрять в подобные ситуации. В социальных сетях компании распространяется реклама зимнего тура Калибрии в Анталии, где предлагаются молодежные и детские программы, спортивные сборы и языковые курсы с 29 декабря по 6 января. Представители компании оперативно отвечают на вопросы по электронной почте. В описании, например, ВКонтакте. И даже номера телефонов и почты ничего не поменялось. То есть они этот случай вот как проходящий, в общем-то, для себя, для компании приняли. Ничего, переночевали, это же мясо. Ну, подумаешь, только детей осталось. Им же типа консульство помогло выехать тогда. Ну и что, что родители на обратные билеты собирали деньги. В общем, не знаю даже. У нас все кричат про коррупцию, а вот такую мелочь не могут остановить. Следующая. Новость от 8 аж сентября. Экс-главу криптобиржи Тодекс. Да, насчет криптовалюты. Вот такое тоже случается с криптовалютой. Отправили за решетку на 11 тысяч лет почти что. Здесь была турецкая криптобиржа Тодекс. Наворовала по самой не хочу. Экс-глава криптобиржи Тодекс Фарук Фатихазер приговорен турецким садом к лишению свободы на 11 тысяч 196 лет, сообщает Бумберг. Ну и потом выйдет, все сократит по тысяче лет за хорошее поведение. А наворовал столько, что и на правнуков хватит, походу. Суд в Стамбуле признал Азера и двух его родственников виновными в мошенничестве, приятии огощающих обстоятельствах, руководстве преступной организации и отмывании денег. Общая сумма убытков, понесенных инверсторами в результате краха Тодекса пока не установлена, но оценивается примерно в 356 миллионов лир или в 13 миллионов долларов. Но это на тот момент было. А другие СМИ говорят о цифрах, достигающих 2 миллиардов долларов. Я даже не представляю, 2 миллиарда долларов отмыли. Пипец просто. Азер смылся был в Албанию. Там его нашли и экстрадировали в начале 2023 года после длительного судебного процесса. В июле Фарук Фатиха Азера заявил, что не виновен в этом все. Итого взяли. Немножко, собственно, о криптобирже. Тодекс. Основана в 2017 году, в 2021 году. Ее основатель Азер внезапно уехал из страны, а платформа прекратила работу. Вот так вот, на пустом месте. Как говорится, гюнаидын. Но, с другой стороны, это не только турецкое явление. С криптобиржами так бывает. И так далее. Следующая новость. От 10 сентября. Ну, буквально недавно. В общем-то, новость не сентябрьская, а вообще накапливалась за долгое-долгое время. Хакеры-мигранты из России стали причиной роста киберпреступности. Ну, не знаю, здесь сделали упор на Россию. Имеется в виду все-таки русскоязычные. Гюнаидын, опять же. Просто источник такой, который к России не слишком дружелюбим. Так вот. Русскоязычные хакеры. Мигрировали от всех военных действий. Установили контакты здесь местные. И стали помогать. И вместе очень часто организовывали всякие преступные международные уже группы. Некоторые программисты-релаканты объединились с турецкими преступниками для взлома компьютеров по всему миру. Это у нас сообщает Financial Times. Со ссылкой в источники в турецкой полиции. В Турции выросло количество киберпреступлений, совершаемых группами хакеров из числа программистов, покинувших постсоветское пространство после объявления о мобилизации. Некоторые из прибывших стали заниматься мелким онлайн-мошенничеством. Ну вот первую новость я вам рассказывала тоже из этой же серии. То есть старая схема мошенничества, но тут она активировалась чего-то. Объединялись с местными преступниками для легализации доходов и продажи сведений, полученных с компьютеров по всему миру на европейский рынок данных. Один из источников отметил, что преступники действуют избирательно, и их жертвами чаще становятся не граждане Турции, чтобы не привлекать внимание местной полиции. То есть там, где живут, там, где едят, не гадят. В качестве примера Financial Time приводит популярный среди киберпреступников онлайн-маркет, который прозвали подпольным обуком логов. В последние месяцы его наводнили украденные данные о десятках миллионов кредитных карт, паролей, учетных записей для входа в систему. Да, то есть вот эти все нужны, крадут аккаунты для той же политической пропаганды и так далее. Сейчас это все находится в таком хаосе, то есть берегите свои учетные записи, устанавливайте двухэтапную идентификацию и прочее, прочее, прочее. Не открывайте подозрительные ссылки. Если вам что-то непонятное пришло на почте, если вам пришли на почту непонятные документы, PDF, WinRAR-архивы, не открывайте их. Нет места любопытства в этом мире. Украденные данные собрались с помощью вредоносной программы Redline. Эксперты полагают, что этот вирус случайно устанавливается на компьютере людей, загружающие пиратские видеоигры и программное обеспечение. Немножко о схемах рассказала. Теперь вот конкретные виды мошенничеств. Как это бывает? Первое. Непонятный звонок по телефону. Я вам зачитаю письмо от анонимного участника одной группы, русско-турецкой. Доброго времени суток. Хочу предупредить всех участников группы, особенно иностранцев, о возможных проблемах. Сегодня мне позвонили якобы из полиции. Да, здесь очень часто в последнее время идут такие сообщения, что якобы из полиции звонят. Угроза, террор, организации и так далее. Все банковские данные, данные о недвижимости, о составе семьи, в счетах у мошенников были. То есть просто кто-то о вас все купил. Вы где-то в отеле останавливались и все это дело слили. Окончилось тем, что попросили отправить фото золотых украшений, которые были в доме. Якобы потому, что люди, которые задержали, открыли счета на мое имя, получили карты и купили золото и спрятали у меня дома. Этого человека пишут. Сравнить мое ли это или украденное. Отправили фото якобы задержанных людей. Ну это типа полиция же. Здесь уже закрались сомнения. Телефонные мошенники были посланы нахер. В ответ угрожали, что приедет наряд полиции и отберут все. Изначально было страшно, когда позвонили в полицию и дали номера звонивших в полиции ответ. Вы сегодня третий, что звонили не один раз и выслеживали у дома. Даже такая фишка. То есть относительно богатых людей выслеживают, узнают имена, пытаются, в общем-то, купить их данные на тех же облаках логов и так далее, а потом вымогать. Итог всего текста. Не разговаривайте ни с кем из полиции по телефону. Сразу говорите, мы приедем в отделение и на этом разговор закончится. Отличный совет, на мой взгляд. Да, говорите, что все, мы собрались, мы поехали, мы собрали все свое золото, все, что надо, и мы поехали в полицию. Причем, знаете, аккуратнее, если они у дома караулят. То есть езжайте в полицию часа через два или попозже, или не езжайте. По сути, вы уехали в полицию, полиции больше звонить вам не зачем. Вот эти звонки из полиции очень частые. По сути, другой человек очень умный давал совет. Полиция, если надо, она вас из-под земли здесь достанет, это Турция. Они найдут, они приедут, им не в ламы. Здесь нет завалов, сугробов. Они часто на мокиках, они часто на машинах. Быстро доедут, всех опросят и так далее. Им не в ламы поговорить с соседями и так далее. Они вас найдут, если надо будет. По телефону вот такое выяснять, фотки слать нет. Так, это что у нас за новость такая? Ну, немножко втесалось не в тему, но все равно. Местный предприниматель, ну, в смысле турецкий, пытался сбыть табак туристу в два раза от стандартной стоимости. В результате был оштрафован на 22 тысячи лир. То есть, он пытался продать сигареты, которые стоят 52 лиры, за 4 евро туристу. А 4 евро на тот момент было 116 лир. Ну, практически в два раза. Не знаю, что за турист был, но пожаловался, потому что здесь сплошь и рядом. Ну, продали подороже, ну и ладно, пожаловался. И вот, как вы видите, оштрафован был на 21 тысячу 936 лир за это. Конкретно этому человеку, конечно, будет урок на всю жизнь, но я думаю, остальные не будут гнушаться, также обманывать турист. Так, снова о телефонных мошенниках. Задержана команда жуликов, которые звонили гражданам и говорили, что против них возбуждено, возбуждено, блин, всякой хроники нас слушаешься, там всегда возбуждены, судебное разбирательство за то, что они не забрали какой-то товар из карго. Карго – это доставка местная. И вот, как будто люди что-то не забрали из карго и под этим предлогом вымогали суммы от 500 до 1000 лир. В Анталии действовали. Друзья мои, здесь обычно, в общем, если где-то что-то не доставлено, не будут навешивать ответственность на того, кому отправили. В основном это кто отправил. То есть обратно отправляют на адрес или на ту почту, откуда пришел и так далее. И не попадитесь на такое мошенничество. Следующая новость от 24 сентября очень, на мой взгляд, смешная в некотором смысле. Ну и очень связана, наверное, с моим каналом, потому что я как раз пытаюсь оградить женщин наших от мошенничеств. Особенно со стороны романтических а-ля мужчин непонятных. Новый вид мошенничества в Турции. В курортном городе Анталия мошенники вышли на новый уровень. Парни разводили женщин на встречу, дорогих ресторанов, дальнейший секс. После того, как все закончилось, женщина спит. Парни незаметно оставляли им деньги на тумбочке, вызывали полицию. Я думаю, что полиция была в сговоре, потому что нормально здесь полиция все проверяет. И нужно как бы сразу требовать еще раз вызвать полицию, пусть еще один наряд приедет и пусть разбираются. Так вот, вызывали полицию, а по приезду заявляли, что они проститутки. О как! Далее женщин шантажировали, вымогали взятки в несколько тысяч долларов, но, видимо, оно же оплачивало и деньги на тумбочке, и дорогой ресторан, и, собственно, секс. Вымогали деньги в несколько тысяч долларов, угрожая тюремным сроком и депортацией по статье проституции. Но здесь описывается, в общем-то, что не турецких женщин, иностранок различных. Потому что не иностранку как они депортнут. Пострадало более 20 женщин из разных стран. Общая сумма взятки составила 50 тысяч долларов. Известно, что мошенники работали в связке из трех человек. Идет расследование. То есть где-то все-таки полиция нормальная оказалась, и что-то не так. И, может быть, несколько женщин, ну, из 20, пошли и написали, в общем-то, заявление. Хорошая схема, на мой взгляд, продуманная. Но все равно не сработало. Бог не яшка видит, кому тяжко. Ну, знаете, здесь я сразу огражу от того, чтобы навешивали ереки. О, все турки такие, да что от них взять. А все наши бабы дуры. Там были не только наши бабы, там были и другие иностранки, которые именно в доллары все рассчитывали. И у меня уже несколько, наверное, месяцев на компе вот такая вот фотка висит. Я ее, короче, сфоткала, ну, как принтскрин сделала из одной женской группы на Фейсбуке. Очень смешно мне тогда показалось. Хотела все вам показать, и все, не было повода. Вот. Не думайте, что только в Турции мошенники. Смотрите. Как зовут, я его не скажу. Там вот фамилия заканчивается на Йенку. Втирается в доверие. Вешивает лапшу на уши. Про красивую любовь. И в итоге оказывается женат. Влюбляет в себя. Вызывает чувство зависимости и привязанности. А после всего, в кавычках, но, видимо, и интима тоже, скрывается. До сих пор должен мне 200 рублей. На звонки не отвечает, сообщение игнорирует. Не ведитесь на него, девочки. Только если не жалко разбитого сердца и пустых надежд. Господи, там бы было на кого повестись. Вы посмотрите на это чудо. С большим крестом на пузе. То есть, я даже не знаю, на что ведутся иногда наши девочки. Но ведутся и дают 200 рублей в долг. Поэтому, ну, кому-то 200 рублей жалко, кому-то несколько тысяч долларов не жалко отстегнуть. Всякое бывает в этой жизни. Следующая и последняя новость про мошенников, которую я нашла. Вы знаете, экономическая ситуация в Турции, ну, хреновая. Честно, давайте говорить. Не очень хорошая. Многие ищут работу. А многие ищут, как заработать на своих же. И вот один из видов мошенников. Всем привет. Хочу поделиться опытом по состоянию здоровья. Должна находиться дома с ребенком. И, видимо, женщина искала приработок в интернете. Нашла на просторах интернета предложение упаковка мыла дома. Сначала надо было просто аванс за товар внести 500 лир. А потом по нему слось. Номера телефонов выключены. Если кому-то встретиться, смело жмите на них жалобу. Ну, бог с ним, друзья мои. Если вам за работу сначала нужно заплатить, то это не работа. Вам работодатель поездей должен практически все предоставить. По мелочи где-то не предоставить. А то есть вы за весь товар платите. По сути, там за 500 лир продали мыло таким странным способом, мошенническим. И потом просто все номера телефонов были выключены. Ну, как вам сказать. Кто встрял, тот встрял. Больше не встревайте. Берегите себя. Вот такие вот новые виды мошенничества в Турции. На этом новостная болталка по мошенникам заканчивается. В следующий раз будет болталка по другой теме. А на этом все. Всех люблю, всех целую. Обнимаю, приподнимаю. Счастья всем. Ласковые, теплые осени. И пока-пока.